Доброго времени суток, с вами Глеб Бочкарёв И Вячеслав Ковалевский Спасибо за такое эмоциональное приветствие И у нас заключительная лекция модуля Посвящённая вот этой страшной штуке Вот этой вот, вот этой вот Чё это такое, Глебка? Ты прочитать его сможешь? Это короткая ссылка на гугле H0R1GM Ну, я думаю, уже все запомнили Да, ну я вообще, конечно же, говорил о названии Энамы Или... Энам, электронные числа Кстати, может быть, электрон... Ну, да, окей Anyway Что такое энамерейторы? Энамерейторы — это перечисление объектов Используется просто перечисление каких-то сущностей Используется эта штука в тех случаях, когда у вас есть какое-то поле Которое может иметь ограниченное число вариантов Например Ну, пол Мужской и женский Пол очень удобно описать булиана Потому что там тоже два стейта Вот Но есть иногда варианты, когда стейтов больше, чем два И вам хотелось бы, чтобы это поле имело какой-то тип Который описывал только эти два стейта Ну, не два, а три, четыре, ничего больше Сейчас мы на примере посмотрим Потому что это может звучать странно Но на примере все станет понятно Давайте посмотрим Мне в голову пришел светофор Светофор, о, отлично, да Да-да-да Кстати, очень-очень хороший примерчик Есть у нас в нашем проекте такой класс, как фиджер Который описывает фигуру на поле Есть у нас поле, есть у нас массив фигурок И эти фигуры могут быть разные И вот сейчас мы посмотрим, какая проблема у нас, собственно, с этим полем Для начала создадим нашу досточку Board New board На поле у нас есть фигурки Это отлично Конструктор, надеюсь, там как-то их создает Да, создается поле 3 на 3 И можно сетить Ну и давайте посетим фигурки Итак, я делаю set feature Ячейку 0, 0 И делаю new feature Вот крестик Теперь я могу засетить в ячейку 1, 1 Ну, скажем, вот такой же крестик Чего бы нет А в ячейку 0, 1 я могу засетить вот такую штуку Опять же, почему бы нет У нас, скорее всего, где-то должен быть метод, который выводит board Printed board Сейчас я его попробую найти Надеюсь, он есть Winner get board move Нет Неужели нет? Удаляли Show game name Да, может быть удаленный Или... А, show board Есть У нас есть show board В нашем console view Вот мы им воспользуемся Воспользуемся Создадим нашу console view Чтобы просто вводить на экран То, что происходит в нашем board Console view Внутрь console view Мы должны передать game controller Так что идем создавать game controller Что, как говорится, make sense Внутрь game controller Мы должны передать game name Players board Первые два поля нас сейчас не интересуют А вот board у нас есть Game controller создан Заканчиваем создание console view И теперь в console view скажем show board Окей И запустим вот это страшное-страшное приложение Я надеюсь, оно вообще заведется Потому что у нас там могут быть Какие-то из проблем Исправления с прошлых уроков Которые нанесли непоправимую пользу коду И... Control-A, delete А, типа того, да-да-да-да Работает Вот не считая этого ужасного нула Можно увидеть, что тут есть большие крестики Маленькие крестики Ну вот Такая вот разная ересь Более того Даже если у нас две фигурки имеют большой крестик С точки зрения Java Это абсолютно разные фигуры Я сейчас могу вывести на экран Вот такое сравнение Board GetFature00 И сравним это с Board GetFature11 По идее Может показаться, что эта строчка Должна вывести True Поскольку и в ячейке 0.0 И в ячейке 1.1 У нас X Фигура X На самом деле, конечно же Это выведет False Потому что это два абсолютно разных инстанса В оперативной памяти То, что мы в обои фигурки 0.0 и 1.1 Поставили X Не означает того, что для Java Эти два инстанса стали каким-то магическим образом Одни и те же Они Два абсолютно разные сущности Одна фигурка и вторая Соответственно, если вы их сравните Получите False А соответственно, куча нашей логики Может поломаться Уже Уже поломаться Потому что она использует двойное Логика может использовать двойное равно Для Анализа Того Являются ли две фигурки на поле одинаковыми Это первая проблема Вторая проблема Возможно создать кучу ошибочных фигурок Ну, например Я молчу даже про вот этот маленький X Но вы же можете создать какую-нибудь Козябру Вот такую вот на поле Что абсолютно нелогично С точки зрения крестиков ноликов Такой фигурки нет Может быть или крестик, или нолик Но С учетом того, что В данном случае Я являюсь Мембером клуба Криворуких Нетерпеливых Этих самых КНУ То я вот написал Такой калечный класс фиджер Который может быть поломан Это моя вина В первую очередь Потому что в него можно Сойти что угодно Вот такую козябру И она спокойно Пойдет на поле Теперь давайте поговорим о том Как зафиксить этот случай Каким образом Мы можем Заставить пользователей Использовать Только один инстант крестика Один инстант нолика И все И запретить создавать Вообще Какие-либо Свои сторонние инстанты Чтобы не было Этой проблемы Для этого Мы с вами Переместимся Внутрь нашего фиджера И мы Поменяем Наш текст Фиджер Наш Класс Фиджер На Enum Фиджер А вот с этого момента Внимание Во-первых Я уберу Extents Enum Это класс У которого Инстанты которого Описываются Списком Внутри Самого Класса И невозможно Создать Инстанты Кроме Тех Которые Описаны В самом Теле Класс У нас Есть Фиджер После После Описания Nama Фиджера Я должен Создать Список Инстантсов Вот Банальный Список Из Всего Лишь Двух Инстанцев X И O Вот это Два Инстанца Фиджер Которые Будут Созданы В момент Когда Enum Фиджер Будет Подгружен В Оперативную Память С Этого Момента Невозможно Создать Никакие Другие Инстанцы В Программе Вообще Именно Поэтому Java Сейчас Подчеркнула Красным Ключевое Слово Public Возле Конструктора Потому Как так Enumerator Не должен Быть Создан Возможность Создавать Инстанцы Enumerator Должна Отсутствовать А если Бо Конструктор Мог Быть Public То Это Бо Возможность Была Соответственно Конструктор Необходимо Поменять Как минимум Сделать Пакетш Локал Теперь Мы Закрыли Возможность Создавать Внешнему Миру Новые Инстанцы Но Существует Еще Одна Проблема Видишь Глебка Подчеркиванием Красным Подчеркивание Красным Возле Инстансов X и O Конечно Вот Как я уже Сказал Это Список Из двух Инстансов Которые Будут Созданы В момент Подгрузки Enuma Фиджер В оперативную Память Если Java Будет Создавать Эти Два Инстанса X и O Java Соответственно Пойдет Вызывать Их Конструктор Вопрос Какой Конструктор Она В данном Случе Хотела Или Может Вызвать При Создании Вот Этих Инстансов По Умолчанию Правильно Но Она Пытается И хотела Быть Конструктор По Умолчанию Конструктор Без Параметров В данном Случа Конструктор По Умолчанию Отсутствует Потому Что У нас Есть Кастумный Конструктор То Конструктор По Умолчанию Здесь не существует Соответственно Java не может его вызвать Она подчеркивает красным Говорит мол о извините дядьки Но вот у этих двух инстансов нет конструктора И не знаю что вызывать Не беда Мы можем сказать что вот здесь вызови конструктор передай x А вот здесь вызови конструктор передай o В данном случае мы явно указали какой конструктор вызывать И что туда передавать Теперь при создании инстанса x В конструктор feature передастся x При создании инстанса o в конструктор feature передастся o Окей С этого момента повторюсь еще раз Во всем JVM в момент выполнения В одной виртуальной машине Не может быть никаких других инстансов x И инстансов feature Только эти два Возвращаясь к нашему основному коду Само собой теперь вот эти три строчки поломаны Потому что невозможно создать новый инстанс Отсюда вопрос а как же тогда с ними работать Как я могу засетить x в какую-то конкретную ячейку Очень просто Нужно использовать имя энумерейтора Точка А вот эти два инстанса x или o которые мы описали Это не более чем статик поля нашего энама Мы можем засетить сюда x А сюда мы можем опять же тот же самый x Фиджер x Сюда мы козябру уже Вот никак физически мы уже не можем засетить на поле козябру Мы можем засетить o Более того Теперь getFidger00 и getFidger11 Будут работать корректно Потому что в обоих этих двух ячейках Один и тот же инстанс в оперативной памяти Соответственно и сравнение нам покажет то что ожидаемо Покажет true Вуаля true Есть некоторые вспомогательные методы Которые Java сама добавляет к фиджерам Прошу прощения не к фиджерам А к каждому инуму Которые могут быть полезны Например У каждого инумерейтора Есть Values Values это массив всех возможных значений данного инама Мы можем вот таким вот интересным способом По этому массиву поитерироваться И вывести на экран все возможные значения Сейчас выведем на экран Та-та-та-там Так мы XO Окей Следующее Что делает Java с инумератором Вам не нужно задавать свой toString По умолчанию для инумератора Java сама напишет toString Который превращает имя инстанса в стрингу Соответственно у инстанса X ToString будет возвращать X У инстанса O ToString будет возвращать O Это очень важно Запомните этого для прохождения квизов XO ToString работает Дальше Еще один важный метод Который создает Java И наверное последний Который мы рассмотрим из инумераторов Это метод valueOf ValueOf на вход принимает стрингу И находит Инстанс фиджер Который по имени совпадает с этой стрингой То есть мы можем сказать Отдай-ка нам Инстанс фиджер Который имеет имя X И мы запишем его Куда-нибудь сюда Вот эта штука очень опасна Очень опасна Потому что если вы передадите Какое-то калечное имя Которого не существует Внутри фигуры То вас ожидает Горькая расплата В виде Runtime Exception И полного падения Вашего возможно Production кода Который говорит Что ой дядька Вы знаете А инстанс С именем X АСДКСД В Энумератере Фиджер Не существует Вот Поэтому valueOf Рекомендуется Всячески избегать За исключением Тех случаев Когда у вас Есть действительно Веские причины Обычно ValueOf Используют Для сериализации Десериализации Объектов Когда вам Нужно Ну например Записать В файл Содержимое класса И у вас там Какое-то поле Имеет Тип Фиджер Вы его Переводите В стрингу Икс Записывайте Файл Стрингой Икс А когда Вы читаете Этот файл То стрингу Икс При помощи ValueOf Можно сконвертировать Обратно В реальный Инстанс Фиджер Вот такой Примерчик Где возможно Имеет смысл Использовать Конвертацию Из стринги Фиджер Вот Но таких мест Не так уж и много В основном Конечно Использование Этого метода Перед использованием Этого метода Нужно 300 раз подумать А после Дважды Помыть руки Вот Вот такая вот Совсем Несложненькая И маленькая Зарисовка По поводу того Как мы с вами Заменили Фиджер На Энумерейторы Все остальное В нашем коде И должно быть Не энумерейторами Вот Часто ли Используется На практике Абсолютно Часто Абсолютно Всегда Где вы Заранее Знаете Сколько Сколько Разных Типов Да Сколько Инстансов Какого-то типа У вас есть Я сейчас Открою Проектик один Где я Прямо И покажу Где они Там Пачками Вот сейчас Открою Новую Идешку Проект Может Показаться Местами Немножечко Сложным Но Не забивайте Сейчас Себе голову Всякими Разными Вещами Мы Перейдем К тем местам Где есть Энамы Так Ну моя Иде Немножко Думает Думает Да Вот Спасибо Политкорректное Слово Сейчас Я попробую Найти Есть У нас Например Да Есть у нас Класс Который Разбивает В тексте Разбивает Текст На предложение На вход Ему Даешь Текст Он Разбивает Его На предложение Вполне Практичная Симпл И Эвристик То есть Или простой Или эвристический Вот И таких штучек Очень много Например Опять же Практически В каждом Интерфейсе В этом Проекте Существует Тип А Да Мы же не знаем Что такое интерфейс Ну не важно Практически В каждом Классе Этого проекта Существует Какой нибудь Тип Который указывает Несколько типов Одного и того же Класса И можно использовать Или тот Или другой Тип Пруф получен Почти как слив Защиты Но только с пруфом Да Ну окей В таком случае На этом у нас все С вами был Клеб Очкарев И Вячеслав Ковалевский До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok